Здравствуйте! Добрый день! Андрей Селадович, вопрос. Черный пиар. Сейчас это все будет происходить наверняка. Как вы к этому относитесь? Когда ложь выдают за правду... Я это придумал, недавно прочитал в интернете, если честно, что когда человеку не хочется много рассказать, но про себя он не может что-то рассказать, тогда он ищет, что можно рассказать от других. И вот я думаю, что те люди, которые занимаются черным пиаром, прежде всего, не уважают себя и не уважают избирателей. Потому что нас с вами хотят втянуть перед выборами в дискуссию. Ну, условно говоря, кто выше ростом, кто в каком пиджаке или кто в каких туфлях. Я думаю, это неправильно. И оценивать людей нужно не по росту, а оценивать по их делам и по их поступкам. И каждый уважающий человек, который там решал принять участие в выборах, прежде всего, должен рассказать, что он за свою жизнь достиг, какое имя образование, каким коллективом руководил, что он сделал для Полтавы. И люди должны оценить это. Ну, и самое главное, конечно, то, чего не хватает нашим выборам, в отличие от, скажем, европейских выборов, что сегодня никто практически не презентует программу развития города, и что он будет делать в качестве депутата или в качестве руководителя города. И люди, к сожалению, очень часто выбирают по внешнему виду, по каким-то симпатиям, а не по программам, не по командам этих людей. Конечно же, это очень плохо. Ну, а черный пиар, он, конечно же, будет. Будет в Полтаве, да? И вы знаете, наверное, один из немногих кандидатов, кто не боится черного пиара, это я. Почему? Потому что про меня уже писали такое, и я не знаю, что уже новое можно придумать. Понимаете? Я думаю, что уже у политехнологов, наверное, не хватит фантазии. Поэтому я вот заявляю, что это не боюсь этого совершенно. Поэтому пусть они там фантазируют, думают, а мы будем говорить о хорошем и будем презентовать наши программы. Андрей Алексеевич, мы вас предупреждаем, мы будем охотиться за вашими хорошими делами. Обязательно. Я буду очень рад. Спасибо. До свидания. До свидания.